Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Шустова Лариса. Я представляю группу компании «Ульянкиной прогулки». В состав группы компании «Ульянкиной прогулки» входит два предприятия. Это ИП Дедюкиной Татьяна Анатольевна и организация общества с ограниченной ответственностью «Амарули Тревел». На рынке туристических услуг мы находимся с 2015 года. У «Амарули Тревел» внесен федеральный реестр туроператоров с 2019 года, что является подтверждением надежности нашей компании. Основная задача нашей компании – это, конечно же, развитие внутреннего туризма в России. И за годы работы компания «Ульянкиной прогулки» приобрела положительный имидж на рынке туристических услуг Самарской области и является одной из крупнейших туристических компаний на сегодняшний день. В компании работают люди очень заинтересованные, люди, являющиеся профессионалами своего дела. Наши экскурсоводы постоянно повышают квалификацию, постоянно проходят аккредитацию. И имеют аккредитацию на маршруты Жигулевского заповедника, Национального парка Самарского лука, на православные маршруты, на маршруты городские по городу Самар. С 2018 года наша компания имеет уже и собственный автотранспорт. Кроме этого, она заключает договора о фрахтовании, что позволяет производить перевозку клиентов на комфортабельных автобусах. Производится страхование клиентов, гарантированная замена автотранспорта в случае поломки во время поездки, а также водители проходят предрейсовый осмотр. Ну а вот в последнее время, в этом году, конечно, стала очень актуальна антибактериальная обработка салонов автобусов и, конечно же, контроль за температурой тела наших туристов при посадке обязательно проходит измерение температуры. То есть мы стараемся обеспечить безопасное пребывание наших туристов на наших экскурсиях. И отличительной чертой нашей компании является индивидуальный подход к заказчикам и о чем свидетельствуют, конечно же, многочисленные положительные отзывы и наличие постоянных клиентов. Наша группа компании «Ульянкины прогулки» специализируется в основном на экскурсионной деятельности. И мы производим экскурсии как пешеходные, так и автобусные, автомобильные, теплоходные, комбинированные. Есть у нас походы пешеходные, сплавы, спецпроекты и так далее. Мы работаем как со сборными группами, с индивидуальными вип-клиентами, корпоративные группы у нас есть, школьные группы. Все это позволяет охватывать и предоставлять на туристический рынок необходимые услуги в экскурсионном обслуживании. Экскурсии нашей компании «Ульянкины прогулки» не бывают как городские, так и загородные. Красота природы Поволжья привлекает огромное количество туристов в наш регион и в Самарской области располагаются уникальные памятники природы. Конечно же, бережные отношения к природе и поляризация знаний о нашем родном крае, где мы с вами проживаем, это является сейчас одной из главнейших задач современности. И с этой целью группа компании «Ульянкины прогулки» обеспечивает экскурсии, организовывает поездки в Жигулевский заповедник имени Ивана Ивановича Спрыгина, в национальные парки. Это Самарская руках, Молынский, Бузулокский, Бонор, Баскунчак. Желание развивать в России внутренний туризм, открывать жителям нашей страны новые интересные места, расширять исторический кругозор, выводить нашу компанию на внутрироссийский туристический рынок. И мы также осуществляем экскурсионные туры в другие города, такие как Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Свияжск, Хвалынск и так далее. Наша компания растущая, молодая, растущая. И вот в этом году у нас были запущены новые туристические маршруты по стране, в том числе в такие города, как Чебоксары, Ишкар-Ала, Саратов, Волгоград, Пенза, Килиста, Оренбург. К новогодним каникулам 2021 года у нас готовятся новые туристические маршруты по России, но также наша компания ориентирована на прием в Самаре. И сегодня, конечно же, мне хочется рассказать о том туре, который заявлен, тур о жерелье Жигуевских гор. Продолжительность этого тура «Пять дней, четыре ночи». И цель этого тура – повысить привлекательность Самарской области для туристов, сформировать положительный и уникальный образ Самарской области, показать возможность разнообразного отдыха в нашем регионе, привлечь внимание туристов Самарской области как к месту постоянного отдыха. Уникальность нашего тура заключается в том, что он рассчитан не на группу туристов, а тур может состояться и при желании одного туриста, в зависимости от того, сколько человек приедет по этому туру. Возможность снижения тура за счет увеличения количества участников также имеется. То есть чем больше человек приедет, компания, допустим, большая, или, допустим, это будет корпоративный какой-то тур, то, соответственно, стоимость тура для одного человека снизится, и причем значительно. Возможность конструировать тур по своим пожеланиям заложена в наш тур. То есть вы можете выбрать наиболее интересующие вас объекты из предлагаемых нами. И также тур легко может быть трансформирован из летнего в зимний. И приобрести этот тур возможно на сайте Федерального агентства по туризму, Мир путешествий и Мир путешествий РФ. Тур ожерелья жигулерских пор предполагает расселение в центре Самары. Это историческая часть нашего города, в комфортабельной гостинице. И в свободное время, которое предусматривается туром, конечно же, можно будет поближе познакомиться с нашим Самарой, прогуляться по уютным тенистым улочкам старой Самары, полюбоваться и архитектурой нашего города. Наш город в архитектурном плане представляет собой музей архитектуры под открытым небом. Здесь можно встретить и такие редкие для провинции стили архитектуры, как барокко, как готика. Но также в нашем городе еще сохранилось и деревянное зодчество с удивительно красивой, тонкой резьбой. Это вот ускользающая такая вот красота, которая вытесняется уже во многих городах современными строениями, современной архитектурой. И пока еще в Самаре доступно полюбоваться этой тонкой, ускользающей красотой. Конечно же, Самара, зародившаяся как пограничный форт-пост, 434 года. Мы буквально вот в эти выходные отметили. День рождения нашего города, нашему городу исполнилось 434 года. Вот такая вот очень красивая зеркальная дата у нашего города. Так вот, город наш зародился как пограничный форт-пост и прошел достаточно длинный путь развития. И в настоящее время наш город Самара входит в десятку крупнейших городов нашей страны. Мы являемся крупным индустриально-промышленным, научным, культурным, духовным центром России. Когда мы говорим о Самаре, многие вспоминают слова, песни, так скажем, визитной карточки нашей Самары. Ах, Самара, городок. Ну, сегодня, конечно же, Самара уже совсем не городок. Это крупный центр России. Мы занимаем восьмое место среди городов-миллионников, крупнейших городов нашей страны. Самара – красавец, которая стоит на берегу, на левом высоком берегу реки Волги. И Волга является крупнейшей рекой Европы. С давних времен Волга является главной транспортной артерией нашей страны. Но в то же время это и важный стратегический рубеж в годы Великой Отечественной войны. И приехав к нам, вы, конечно же, узнаете о том, как в годы Великой Отечественной войны к нам из Москвы были эвакуированы ключевые организации правительства Советского Союза, дипломатический корпус, и здесь сформировалась такая структура, что Самара, а тогда наш город назывался Куйбышево, выполняла роль запасную столицу. И вы сможете побывать на крупнейшей площади Европы, площади Куйбышево, на которой в 1941 году, 7 ноября, прошел один из трех парадов, проведенных в Советском Союзе, в Союзе 1941 года. Конечно же, в рамках экскурсий, которые будут проводиться у нас в Самаре, в этом туре, мы предусматриваем и посещение музейных и выставочных комплексов, потому что полнее и разностороннее представить Самару без посещения музеев, конечно же, невозможно. И в нашей Самаре имеются уникальные музеи, которые мы предлагаем посетить. Конечно же, это бункер Сталина, это один из знаковых объектов нашего города. Бункер Сталина был построен в 1942 году, как газовое бомбоубежище для главнокомандующего, верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. И посетив бункер, вы побываете и в кабинете Иосифа Виссарионовича Сталина, и в зале заседаний, где будут показаны уникальные кадры, хроники о параде 7 ноября 1941 года, проведенном в нашем городе. Конечно же, Самара за послевоенный период времени очень сильно изменилась. И с конца 50-х годов Самара наша становится центром космической промышленности. И у нас в городе имеется музейно-выставочный комплекс «Самара космическая». Это уникальный музейно-выставочный комплекс. Перед зданием музея расположена настоящая ракета. И практически нигде в мире вы больше не увидите настоящую ракету. Больше нигде не выставлена настоящая ракета. Везде представлены. Где-то, если есть, то вы увидите только макеты. У нас в Самаре установлена настоящая ракета-носитель серии «Союз», которая производится непосредственно в нашем городе. В космическом музее представлены очень интересные экспонаты. Это и ракетные двигатели, и спускаемые аппараты. Это опять-таки все настоящее изделие. Это не макеты. Здесь можно увидеть спутники Земли. Также здесь представлены интересные материалы о том, как обустроена жизнь на МКС и как живут космонавты на МКС, находясь там в командировках. Кроме этого, конечно же, рассказывается о современном использовании космоса. Музейно-выставочный комплекс был обновлен к чемпионату мира по футболу 2018 года, располагает новыми интересными интерактивными стендами и представляет собой большой интерес для наших туристов. Музей Ильдара Александровича Ирисанова является одним из новых музеев нашего города. И надо сказать, что именно здесь у нас в Самаре Ильдар Александрович Рязанов родился. В годы Великой Отечественной войны их семья находилась в эвакуации в нашем городе. И музей открыт именно в том здании, где непосредственно семья Рязанова проживала. И музей располагает интересными материалами о жизни Ильдара Рязанова. Здесь у нас в Самаре его воспоминали. Уникальная выставка «Мотомир Шиянова» – это частная коллекция зарубежных и отечественных мотоциклов, которые производились в 1930-1945 году. Это золотой век мотоциклов. И здесь представлены более ста экземпляров производства и Франции, и Бильгии, и Германии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза. И кроме того, что вы увидите эти модели, на этих моделях можно также еще и прокатиться. То есть они являются не просто выставочными экспонатами, но и есть возможность, так скажем, прикоснуться и на себе испытать вот ту гениальную идею инженерных мыслей, которые были воплощены в эти модели. Самарский океанариум – один из крупнейших океанариумов по Волжье, также представляет сейчас очень большой интерес. Он открыт был в 2020 году. Это тоже одна из новых выставочных экспозиций. И здесь можно увидеть более 4000 видов морских обитателей. Можно здесь увидеть таких замечательных животных, как панцирная щука, как, допустим, индийский нож, голубой дельфин. Здесь можно увидеть и других замечательных морских обитателей. И вот эта подводная сказка, она, конечно же, никого не оставляет равнодушной. Наш тур предполагает познакомить с двумя городами нашей Самарской области. Это Самара и город Тольятти. И, конечно же, Тольятти хорошо известен не только в нашей стране, но и за рубежом, как город, можно сказать, автомобильная столица и Советского Союза. И сейчас АвтоВАЗ является крупнейшим автомобильным заводом в России. И знают этот город именно как город автостроителей. Но город Тольятти зародился намного раньше, чем появляется в Советском Союзе крупнейший автозавод и о его истории, истории возникновения города Тольятти, о его знаковых событиях. Конечно же, вы узнаете из обзорной экскурсии. Город Тольятти является крупнейшим городом не только нашей Самарской области. Он является крупнейшим городом областного подчинения в России. Численность населения, для сравнения, хочу привести некоторые цифры. Так вот, в Самаре проживает порядка 1,2 млн человек, а в Тольятти 700 тысяч. И вот Самара-Тольяттинская агломерация представляет собой численность порядка 2,5 млн человек. То есть город Тольятти, город и крупный, и благоустроенный, и очень привлекает внимание наших туристов. И, конечно же, в ходе обзорной экскурсии мы предлагаем посетить один из интереснейших музеев Тольятти. Это музейно-парковый комплекс истории техники имени Сахарова. И там представлено более 460 экспонатов техники. Это и авиационная техника, автомобильная техника, бронетанковая техника, железнодорожная. Также представлено вооружение, как морское, так и артиллерийское вооружение. Здесь можно увидеть тоже уникальный такой объект, как подводная лодка. И хочу сказать, что эта подводная лодка до Тольятти дошла своим ходом. Это тоже, в общем-то, один из интереснейших объектов посещения. Наша... Так, секундочку. Следующий слайд. Конечно же, Волга, Жигули, Самарская лука – это та природная инфраструктура, которая делает нашу Самару уникальным местом. И прогулка вдоль ворских берегов, как на теплоходе, так и, возможно, и на другом виде транспорта. В зимний период времени, допустим, это судно на воздушные подушки, также сделает вашу прогулку необыкновенно интересной и оставит очень радостные воспоминания об этой прогулке. Так вот, Самарская лука – это удивительное место. Волга, которая имеет меридианное направление, она течет в основном своем русле с севера на восток, в том регионе, где находится Самара, делает поворот, четыре раза делает поворот, делает такой вот изгиб вокруг полуострова Самарская лука. Это уникальный речной полуостров, образованный двумя реками – рекой Волга и рекой Усоль. Всего лишь узкий перешейк в полтора-два километра шириной соединяет эту территорию с материком. Нигде в мире больше вы не встретите полуострова, который образовывают именно реки. В основном это полуостровы мываются морями, либо заливами морскими, а в нашем регионе вот такая вот уникальная особенность. И, конечно же, полуостров Самарская лука и Жигули являются визитной карточкой нашей Самарской области. И на этой уникальной природной территории Самарская лука является памятником, не просто памятником, а музеем под открытым небом, музеем природы под открытым небом. И вот на этой природной локации действуют две природоохранные организации. Это Жигулевский заповедник имени Ивана Ивановича Спрыгина и Национальный парк Самарская лука. И, конечно же, Жигулевский заповедник предлагает два маршрута посещения территории. Это гора Стрельная, это опять-таки классический маршрут. Гора Стрельная является самой высокой горой Жигулевских гор, которая выходит на берег Волги и, поднявшись на гору Стрельная, открываются необыкновенно красивые виды горных пейзажей, речных пейзажей. И, поднявшись на гору Стрельная, по очень удобной экотерапии, которая подсирует даже людям с ограниченными возможностями, вы, конечно же, получите необыкновенные впечатления, вы вдохнёте полной грудью, свободный и вольный ветер, вольный воздух нашей Самарской луки, нашей Булги. Каменная чаша – это второй маршрут Жигулевского заповедника, предлагаемый туристам. И это тоже особенный маршрут, потому что здесь, кроме красоты Самарской луки и Жигулей, туристы смогут прикоснуться к духовной составляющей нашей Самарской области. Здесь находится святой источник, который освящен в честь святителя Николая Чудотворца. И кроме того, что туристы могут здесь набрать воды с чудесными свойствами и удивительно вкусной, также можно принять и омоление в купеле этого источника. Ну и, конечно же, кроме маршрутов заповедника, мы предлагаем посетить ещё и национальный парк Самарской лука. И, конечно, каждый пребывающий в нашей Самарском регионе, ему мы советуем посетить Молодецкий курган и Тиевьюкору. Это одно из таких знаковых мест нашей Самарской области. С ним связано огромное количество легенд и о Молодецком кургане, и о Волге, и о казацкой вольнице, которая когда-то размещалась здесь в нашем регионе. И помимо этого, национальный парк Самарской лука предлагает ещё к посещению такую вот классику. Это село Ширяево и его окрестности. Село Ширяево – одно из старейших сёл Самарской луки. Его образование относится ещё к середине XVII века, в XIX веке, к концу XIX века. Село Ширяево становится местом, так скажем, центром горнодобывающей промышленности в Поволжье. Здесь добывают известняк. Ну а в настоящее время в штольнях, в заброшенных разработках, сейчас зимует огромное количество рукокрылых. Это самое крупное в Восточной Европе место зимовки летучих мышей. И сюда слетается порядка 20-25 тысяч летучих мышей различных видов. Многие из них занесены в Красную книгу. Подъём на Поповую гору в районе села Ширяево также благоустроен и позволяет подняться людям с ограниченными возможностями на смотровую площадку, с которой, конечно же, открываются красивые виды и на Волгу, и на Самарскую луку, и на Самару. Отсюда хорошо уже видна и Самара. Поднявшись на смотровую площадку, вы, конечно же, поймёте Илью Ефимовича Репина, который здесь останавливался для того, чтобы работать на своей знаменитой картиной «Бурлаки на Волге» и в селе Ширяево, конечно же, есть музей Ильи Ефимовича Репина. Он открыт в том доме, который он снимал во время своей творческой поездки. С этими местами связаны, конечно же, и пребывание других очень интересных творческих личностей. На Самарскую луку, за мгновением приезжали великие русские художники, и Суриков, и Шишкин, и, как я уже говорила, и Репин, и другие. Но хочется рассказать ещё одно место и показать, конечно же, это место. Царёв Курган, он не входит в состав Самарской луки, он находится на левом берегу Волги, но это также знаковое место. И Царёв Курган, как гора Станец, находится перед Жигулёвскими воротами, как страж этих Жигулёвских ворот, он как бы охраняет эти Жигулёвские ворота, за которые располагается непосредственно наш город Самара. Что такое Жигулёвские ворота? Ну, конечно же, это самое узкое место в среднем течении Волги. Ширина Волги здесь составляет всего лишь 700 метров. Здесь ходятся две горные гриты, Жигулёвские горы и Сокольные горы. И также в этом месте происходит слияние двух рек. Река Сок, являясь притоком Волги, впадает в Волгу, приносит сюда свои воды. И вот этот необыкновенно красивый вид, поймы, реки Сока, Волга, Самара, Жигулёвские и Сокольные горы, они оставляют очень приятные воспоминания. И, конечно же, не случайно, именно на царёвом Кургане, когда-то в 1391 году, праздновал свою победу над золотордынским ханом Тахтамышем, великий полководец Тамерлан. Есть и такие страницы истории нашей Самарской области. Рассказывая о нашей Самарской области, о достопримечательностях нашей Самарской области, конечно же, хочется рассказать и показать наше Жигулёвское море, низовья Куйбышевского водохранилища, крупнейшего водохранилища в Европе. У нас просто на роде называется Жигулёвское море. Вот такая вот удивительная наша Самарская область. Здесь можно и по горам погулять, и в лесу побывать, и в степи, налюбоваться её просторами, и также побывать ещё и на море. Так вот, в 25 километрах от города Тольятти, в настоящее время до берега Жигулёвского моря, ведётся строительство гостиничного туристического комплекса «Замок Гарибанди». Это такая вот своеобразная архитектурная фантазия, которая выполнена в стиле готики, таком непривычном, опять-таки нетрадиционном для средней полосы России архитектурном стиле. Этот замок имеет свою особую архитектурную легенду, в которую вписаны страницы как с Средневековья, так и Ренессанса, и викторианской эпохи. И этот замок «Замок Гарибанди», он поражает этот проект своей цельностью, своей масштабностью. Работают над этим проектом удивительно талантливые люди, наши российские архитекторы, дизайнеры, декораторы, скульпторы. И красота этого замка, конечно же, привлекает сюда туристов из различных регионов, и не только нашего государства, но и из-за рубежа. И, конечно же, пройдет всего лишь немного времени, когда этот гостиничный туристический комплекс займет свое историческое место не только в летописи нашей Самарской области, но и, в общем-то, нашей страны. И, конечно же, хочется обратить внимание еще на один очень интересный духовно-культурный центр, который называется «Сам Богатырская слобода». Он располагается на Самарской луке, на берегу реки Усы. Очень живописное, очень красивое место. Он представляет собой комплекс деревянного зодчества. В «Богатырской слободе» Никита Михалков производил съемки фильма «Город Святого Креста». И в настоящее время духовно-культурный центр располагает еще и музей, где имеются богатырские доспехи, и в достаточно большом количестве эти богатырские доспехи, которые вы можете не только посмотреть, но и даже примерить на себя, так скажем, почувствовать себя защитником, средневековым защитником нашего государства. Опять-таки напомню, наша Самарская область, Самара была долгое время пограничным фортпостом с до середины XVIII века по нашей территории проходила граница нашего русского государства всего лишь 200 с ним большим лет прошло, пока мы перестали выполнять такой фонус. То есть вы сможете почувствовать себя настоящим защитником русского отечества, сделать красивые фотографии. Кроме того, духовно-культурный центр – это место, где можно познакомиться с такой древней породой собак, как святорусский вой. Здесь возобновили производство этой породы, зарегистрирована сейчас эта порода. Ну и кроме того, на территории богатырской силы воды проходят богатырские бои, в которых опять-таки вы сможете принять участие, если приедете сюда и сможете попробовать себя, вот опять-таки, как попробовать, скажем так, немножечко, ну, может быть, кто-то научится, кто-то усовершенствует свои навыки владения и холодным оружием, допустим, копьем, топором. То есть это можно все будет попробовать, метнуть, как у вас это будет получаться. Можно пострелять из лука, метание топоров, метание ножей, головы и так далее. Все это возможно как раз в рамках посещения этого духовно-культурного центра. Как бы не спуститься-то. Конечно же, знакомство с Самарской областью без посещения природных объектов, без посещения фермерских хозяйств будет знакомство такое неполным. И в настоящее время экотуризм не только в Самарской области становится привлекательным. Экотуризм сейчас привлекает большое количество туристов во всей России. И вот мы предлагаем посетить два уникальных хозяйства. Это Маламутова поляна. Мы приглашаем вас побывать в сосновом лесу. А, конечно же, что может быть лучше прогулки по прозрачному, чистому, ароматному сосновому лесу? Конечно же, это прогулка с червероногим другом. И вот такие собаки, как Маламуты, как Хаски, они являются очень дрожелюбными. И питомник Маламутова поляна – это тоже особый питомник. Здесь воспитывают собак, которые оказались бездомными. Это вот как раз уникальность этого питомника в этом заключается. То есть люди сначала взяли на себя ответственность по воспитанию собак, а потом не справились и выгнали их. И вот Маламутова поляна стала приютом для этих животных. Конечно же, побывав здесь, вы узнаете и историю этих животных. У каждого она своя. Вы сможете сделать красивые селфи с этими мохнатыми, такими милыми моделями. Ну и, конечно же, прогуляться или даже прокатиться на собачьи упряжки или велоупряжки в летний период времени. Ну и, кроме этого, конечно же, общение с животными, с собаками – это, так скажем, процедура, которая позволяет снять стресс, антистрессовое такое мероприятие, конечно, оставляет очень приятные, очень радостные воспоминания о поездке в Маламутова поляна. Ну и хочется еще одно хозяйство, также предложить для посещения. Это фермерское хозяйство «Золотая подкова». Находится оно в селе Новый Буян. И там разводят домашних животных, таких как коровы, овцы, лошади. Здесь выращиваются домашние птицы, куры, утки, гуси, индюки. И гостям этого хозяйства позволяется поучаствовать в уходе за животными. Если выпадает так вот по сезону, можно принять участие в стрижке овец, купании лошадей, допустим, в уходе за птицей, с сбором яиц, или там, допустим, в мастер-классах по приготовлению йогурта, сметаны, сливочного масла, творога, сыра и так далее, хлеба, печенья. То есть всевозможные вот такие вот мероприятия предусматриваются. Здесь предоставляются, опять-таки, туристам натуральные продукты питания. Все это можно попробовать, все это можно приобрести. Здесь можно договориться и провести несколько, некоторое время с рыбалкой. Можно покататься на лошадях, на велосипедах и так далее. То есть место удивительно красивое. И, конечно же, не посетить такие красивые места будет достаточно обидно и доверно очень правильно, так скажем, отказаться от таких поездок. Конечно же, природа нашей Самарской области, памятники истории, памятники культуры, которыми располагает Самарская область, это все привлекает к нам туристов. Пребывание в Самарской области в течение пяти дней, это, конечно, непродолжительный срок, но за это время можно посмотреть и узнать много интересного о нашем регионе. И этот интерес вызовет желание приехать к нам повторно. Самара и Самарская область, конечно же, заслуживает самых красивых и восторженных эпитетов. И в Самарской области, Самара постоянно развивается и развивается туристическая инфраструктура. У нас строятся новые гостиницы, комфортабельные, открываются замечательные кафе. Есть у нас уникальные кафе, опять-таки, которые мы будем предлагать нашим туристам для посещения. Есть у нас кафе, которые располагаются в парковых зонах. Это, допустим, «Седьмая миля», это замечательный кафе «Три медведя». Опять-таки, кафе, которое мне всегда очень приятно предлагать это место нашим туристам, это кафе «Базилик», где можно посидеть не только внутри помещения, у какого-то большого зала, но есть и такие камерные локации. Это небольшие срубовые домики, есть столики на улице, то есть можно в летнее время, если позволяет погода, посидеть под сенью вот этих парковых деревьев. Очень красиво. Здесь имеются и такие контактные зоопарки, очень приятные, опять-таки, для детей, для любителей природы. И опять-таки, очень хорошая и вкусная кухня. В Самаре очень много кафе, где можно вкусно покушать, и, в общем, средний чек не отличается от среднего чека других регионов. Поэтому в Самаре, конечно, сейчас туристам достаточно комфортно. Есть у нас услуги и по аренде автомобилей, но есть условия для того, чтобы люди приезжали сюда и самостоятельно. Но я все-таки хочу сказать, что лучше всего довериться профессионалам, которые смогут и обеспечить, подобрать для вас оптимальные варианты маршрутов и обеспечить вас требуемым уровнем комфортной и безопасности. И вот группа компаний «Урьянкиной прогулки» – это быстро развивающаяся компания, которая занимает сейчас туристический кластер Самары и, конечно же, осуществляет уже достаточно большое количество заявок наших самарских туристов. Мы где-то обеспечиваем четверть запросов туристических по Самаре и Самарской области. И мы уделяем много внимания для повышения уровня профессионализма наших сотрудников. Мы тщательно прорабатываем новые маршруты, постоянно работаем в области расширения предоставления услуг, в области в Самаре и на выезде. И, конечно же, мы ценим наших клиентов и стремимся сделать их пребывание у нас интересным, комфортным и безопасным. Я приглашаю вас, приезжайте к нам в Самару и Самарскую область. Спасибо вам за внимание. У меня все. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Я увидела вопрос, можно ли заказать экскурсию для школьников в Океанарине. Возможно заказать экскурсию и для школьников, но в настоящее время пока что со школьными группами работать сейчас есть ограничения в приеме школьников из-за коронавируса. То есть чуть-чуть у нас немного ослабится коронавирусная инфекция. Тогда можно будет обязательно съездить и в Океанарин. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Ещё раз приезжайте к нам в Самару. Рад вам вас видеть. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин